Дмитрий Терентьев прилетел в Уфу еще в прошлую субботу, но багаж пришлось ожидать еще два дня. Сегодня утром ему позвонили из аэропорта и сообщили, что вещи прибыли. Таким мерам мужчины относятся с пониманием. Есть небольшое неудобство. Если бы предупредили раньше, мы бы хотя бы вещи, первоочередные бы, взяли вручную кладь. Ну, ничего страшного, пережили. В принципе, оправдывается. Продолжается регистрация билетов. Да, есть оправдывается. Ничего страшного. Тут безопасно полетели, без проблем. Российские власти вынесли такое решение в отношении рейсов из Египта после падения самолета над Синаем. Теперь люди с побережья Красного моря едут отдельно от багажа. Впрочем, пока сбоев в этом деле нет, говорят представители Госкомитета по туризму и предпринимательству Башкортостана. Багаж летит централизованно в Москву, в аэропорт Внуково. В дальнейшем, по информации, которую туристы должны отправлять вместе с багажом, багаж перенаправляется в аэропорт назначения в Российской Федерации. Уже по прибытию багажа в аэропорт Уфа работники аэровокзала оповещают пассажиров о том, что их багаж благополучно добрался до столицы. Все пассажиры, которые прилетают из Египта, с ними со всеми проводятся работы, их опрашивают, берутся полностью контактные данные, паспортные данные, обязательно записывают номера багажных бирок. Впоследствии, когда этот багаж попадает к нам, сотрудники службы розыска багажа обзванивают всех пассажиров, просят приехать их и забрать багаж в соответствии с полученными данными. За сегодня уже 90 пассажиров из 155 рейса Хурга до Уфа приняли свой багаж. Забрать его можно в любое удобное время. Султан Зиганов, Рустам Лукманов, телекомпания «Вся Уфа».